29 июля 1953 года разведывательный самолет RB-50G Superfortress из 343-й стратегической разведывательной эскадрильи ВВС США вылетел с авиабазы Йокота Япония. Был сбит советскими истребителями МиГ-17, пилоты Рыбаков и Яблонский в районе острова Аскольда над Японским морем. Хвостовой стрелок самолета в ходе перехвата безуспешно вел огонь по советским истребителям. Из 17 членов экипажа выжил один, был подобран американским кораблем. Возможно, что перехваты и уничтожения RB-50 были ответом на сбитие ВВС США советского военно-транспортного самолета в воздушном пространстве Китая 27 июля того же года, то есть за два дня до этого. 8 мая 1954 года три американских разведывательных самолета RB-47 Stratorjet, вылетевшие с авиабазы Fertort на территории Великобритании, пролетев над Норвегией, оказались в воздушном пространстве СССР над Кольским полуостровом в районе расположения советских военных баз. На их перехват были посланы советские истребители МиГ-17, которые атаковали самолеты-нарушители. Двум RB-47 удалось уклониться от встречи и уйти в Норвегию. А третий RB-47, которым управлял офицер ВВС США Остин, вступил в бой с советскими истребителями в воздушном пространстве над территорией Северной Финляндии и получил сильные повреждения. Продолжение следует...